Гора Монте-Аньер Справа за этой горой располагается гигантская фабрика люксотика, где производят очки, в том числе для Ray-Ban. Так, влетают в зону вейперов. Судя по всему, у них здесь гнездо. Кстати, обратите внимание на рукоятку, торчащую из шлема. Кто-то скажет, это гребень. Нет, авторегистратор. Причем снимает он не вперед, а назад. Видимо, боится, что Фабиана похитят. Видите, он очень близок к облаку вейперов. Его могут похитить на жиже. В этом городке Тайбон ночь в отеле будет стоить 8 тысяч рублей, но завтрак бесплатный. Так что все окупается. Вот, видите, голубое озерцо. Чуть выше по центру. К нему аж водят туристов. И говорят, вода там настолько чистейшая, прозрачнейшая, что можно наблюдать за жизнью коричневой форели. Я не шучу, называется озеро Пескьери. Возможно, в этой долине больше тупо ничего нет. Внизу виднеется церковь Сан-Лукана. Сан-Лукан был здесь пастырем аж в 430-х годах. И там вот два дома, видимо, в них живет местный священник. Водит он старенький синий Fiat 96-го года, 500-ый. 500-ый, значит, объем двигателя пол-литра. У нас бы уже пропели. К сожалению, видео полного приземления нет. Они спускаются на специальную площадку для пикника, которая называется Ария Атрицата. Что переводится как просто оборудованная площадка. Ага. Ну да, там есть трава. Итак, внимание, мы на горе Фрюмзель. Да, тот самый пик Фрюмзель в Швейцарии. Внизу рестораны с колбасками. Вылетаем. Здесь одна колбаска Братворс стоит 650 рублей. Но подается с хлебом. Если же колбаска из оленины, то на 200 рублей дороже. Летит скайдайвинг-инструктор из Турции. Зовут Месут Туран. По фоткам, кстати, у него уже седая борода. Но по таким приключениям, в принципе, можно понять. Вот видны домики. Это швейцарская коммуна Валенштадт. До 52-го года называлась с двумя L Валенштадт. А после 52-го с одной L. Я решил разобраться, почему переименовали. Нажал на источник и узнал следующее. Произошла ошибка. Запрашиваемая страница недоступна. Спасибо за науку. Не, но в Швейцарии природа, конечно, просто шик. А конкретно эта коммуна оказала глубокое влияние на культуру. Внимание. Один из величайших пианистов 19-го века, Ференс Лист, жил здесь и вдохновлялся озером Валензе. Виды вот этого водоема его мотивировали. Ну, по крайней мере, так заявляется официально. Хотя фамилия Лист с венгерского переводится как «порошок». Кстати, интересный факт. Спереди, левее, видите, группа зданий. Это реабилитационный центр. И в отзывах там пишут, что человек с тяжелой пневмонией через три недели уже ездил на велосипедах. Видимо, горный воздух здесь реально спасает. Нет, дорогие зрители, выглядит, конечно, роскошно. То есть это лететь в Цюрих, потом 80 километров до Валенштадта. То есть час на автомобиле. Мечты. На этот раз спрыгни с горы, а с самолета. Мощнейшая локация для скайдайвинга и одно из прекраснейших зрелищ вообще. Мальдивы. Малия, значит, возвышаться, расти. Дивы. Это остров. Мы летим, падаем на остров Кудду. Это который со взлетно-посадочной полосой. А соседний остров поближе к нам. Виллин Гилли. Зрелище эпичнейшее. Напоминает полузатонувший каркас какого-нибудь древнего мега-кита. Быстро догоняем формацию вингсьютеров-скайдайверов. Кстати, в их ассоциации, чтобы предпринять вообще первый свой прыжок с вингсьютом, нужно сначала произвести 200 прыжков с парашютом в свободном падении. Вингсьют довольно сложный агрегат. Мировой рекорд формации 61 скайдайвер в вингсьютах. В 2015 году в Калифорнии они спрыгивали с трех самолетов с высоты в 4 километра. Слева внизу остров Виллин Гилли. Это второй курорт на Мальдивах. Довольно крупный. Так как он со всех сторон окружен Индийским океаном, там были проблемы с пресной водой. И вот пишутся, дескать, с введением в эксплуатацию системы опреснения подземных вод. Ситуация в корне изменилась. Ну то есть, наверное, вырыли колодец. А вот повыше от аэропорта островок Моаменду. Население 800 человек. Можно взять номер в гестхаусе. 8 тысяч за ночь. Но в каждом номере плоский телевизор. Мы уже довольно близко к красному скайдайверу. Все ближе. Скоро можно будет его пощекотать. Правда, чревато складыванием миксюта. Но хотя он, наверное, не упадет. Может успеть зацепиться за самолетик. Видите? Взлетает по полосе. Далеко внизу. Да, зрелище завораживает просто. У Мальдив свои особенные чары. Видите, правее от взлетно-посадочной полосы. На мелководье вереница домиков. Ну сейчас, сейчас он. Вот, в самом низу слева. Там, дорогие друзья, все включено. Отель Меркьюр. Такая вилла над водой. 130 тысяч рублей за ночь. 62 квадратных метра. И включен, кстати, трансфер от аэропорта. Ну там, ну там пешком пройти. Так, видео приземление там было обрезано. Но оно и правильно. Довольно долго. Вот эти виллы справа. Можно так с финг-сьютом в них заселиться бесплатно. Тут в кафешечке на побережье. Всякие кока-кола, спрайт, фанта. Маленькая. Стоит 10 руфий. Это 52 рубля. Еды, правда, в кафешечке нет. Ешь, что найдешь. Ну вообще в отеле там же все включено. Там есть ресторан. Ну что ж, дорогие зрители, надеюсь, вам понравилось это видео про винг-сьюты. Виды замечательные. Желаю вам здоровья, добра, любви, процветания и денежных средств. Спасибо за внимание. До свидания.